сидеть как у вас еще есть время я не понимаю если на работе все меня нету чисто 8 часов 9 часов в сети в принципе так и могу иногда взять телефон на черепонькать кому-нибудь что-нибудь если мне напишут и все это я ухожу туда где нет камер то есть туалет и если бы и зоны у нас где типа нет камер что потом не ругали и штрафы не кидали но на предприятие ресурс я уже дома ты уже дома ну ладно это хорошо что дома глюк привет я поняла но комбинат сам по себе это такое дело работаешь и работаешь умеете по дяди и тетя они работают на комбинате но там типа не с мясом связано а с газом там сразу это хернёй ну короче не с едой а вот со вредными веществами и вообще на чем типа держится мой город я и типа там несколько дней в день несколько дней в ночь и потом два дня выходных там типа четыре на два что ли у них идет четыре дня работы два дня отдыхают занятия в день два дня в ночь два дня но у нас забыл маленькая убои и так далее пришли у нас сто сто тысяч будет жесть кирюшка привет ну не знаю типа моих дяди и тети но они там очень уж давно работают у них хорошее место и типа не получают нормально типа живут себе в принципе ничем нет ничем не отказывают и тем не менее они строят дом в какой год за достраивают его скоро будет у них домик дача у меня там видно привет а по западу 3540 по графику нас не работаешь на выходной и опять с не работаешь не повезло еще типа для вашего города это норма зарплаты еще таки реально маленькая но для нашего примера скажу 3540 но это так средняя зарплата чисто кварпату заплатить еда и там вещи можно купить и все но мало если честно ну смотря как у тебя график да тема мало платит я прославлю сейчас работу промолчу я работаю ну-ка подними ну-ка нет слава я тебя не подниму потому что что у меня будет лагать эфир и я тебя не услышу привет эркин у меня так и выходит вещи бензин расходники воде еще и бензин жесть спасибо вадим как дела мне все хорошо твои как дела и на машине же иметь свою машину это конечно отлично это лучше чем отлично я вот думаю мне типа бабушка дедушка они подарили деньги на обучение прав оп 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 айдар привет давно не общались тут я пропала и все привет думаю вебком пойдет ну кстати как идея там же не получает нереально много денег для своей работы короче мне вот подарили деньги на права но я же не планирую жить в своем городе так долго чтобы здесь разъезжать на машине а если большой город ехать и переезжать там нереальное движение я очень боюсь и поэтому я решила наверное я не буду обучаться на права нафиг оно надо так вот что я когда езжу типа на такси либо куда-нибудь еще я вижу больших городах какое движение нереальное а еще привет еще попадаются всегда какие-нибудь дебил которые тебя подрезают либо вообще какую-нибудь ахинею творят поэтому не знаю я так скажу я даже не разбираюсь марк машины если бы еще в машину бы разбиралась то оки-доки а я даже не разбираюсь не бойся тоже боялась теперь спокойно езжу это нужна практика нужно чтобы хотя бы у родителей была машина у родителей моих нет машины нас никто не будет машину кроме дедушки вот ты понимаешь бы я обучилась бы и у нас была бы машина нафиге я бы типа как-нибудь каталась бы и развивала бы этот навык а так я обучусь и все мои права где-то будут там далеко в полочке лежать полиции и нафига мне это вот тоже не было я купил себе куда пропала я у меня короче и дар учеба теперь до 6 вечера где-то и потом у меня идет работа и я на работе зависаю до 3 до 2 часов ночи возвращаюсь домой где-то в 4 в 3 поэтому меня вообще нет времени либо куда-нибудь еду там нужно будет гости либо я ногти делаю либо я просто сплю потому что я убитая прихожу кем ты работаешь так же официантов такой же в ресторане кем могу работать хотя мне 18 лет я могу идти куда угодно работать в принципе но я не хочу официально мне не надо официально работу искать мне нужно не официально а таких мало а тут я тип ну пошла туда работать где работала летом типа там мои ну как круче я шеф этого знаю потому что работала у него два месяца где-то я подумал ладно пойду типу к нему же не пойдем там к другим людям потому что этого человека я знаю в принципе и знаю какой он идти у меня от этого легче они меня знают поэтому пофиг к нему пока что пойду поработаю это я работаю так тип у него есть два заведения два ресторана этим за один находится за городом другой в городе и так бывает что на банкеты я и в графе в городе ресторане и на следующий день еду вообще в историю за городом короче меня вот так вот кидает туда-сюда это нормально там всех так официантов в принципе кидают разносят как вариант я тоже так думаю но моя совесть и вообще мое эго не даст миром и там на трасс сип может скучать будем ну я же это буду появлять все равно пика и так часто но буду так с тобой хорошо конечно пошел купаться и кушать и бай сладкий я рад был знакомиться и общению хорошо вам воде мне тоже было приятно с тобой познакомиться давай по кассике там этом приятного аппетита с легким паром с мокрой жопой и сладких снов привет эйдар как твои дела вообще жил все это время благодарить давай потом увидимся возможно потихоньку тетя практика еще не закончилась те же практика так у тебя же учеба какая работа по практике если тоже скоро будет производственная практика в октябре я не знаю мне походу опять придется в отель где-нибудь работать до этого я работала в отеле в уфе с подругой на тот момент она была мне подруга а сейчас у меня ее нет мы с ней перестали общаться как-то так я не знаю вообще мне кажется я на производственной практике буду сидеть дома и буду выдумывать там из головы что я там делал мама да бабушка нет не знает это угораешь это не смешно нет ни ругалась зачем она мне понимающая вот я вообще забыла что такое бига что есть такое приложение вот сегодня только вспомнил решил зайти это я читала книгу как бы начиналось все с книги и закончилась вот этим и зарплаты не будет смысле насчет насчет практики и чтоб ты понимал а в бига так мне там еще надо типа вот сейчас которые я бабы заработала я их вывести не смогу их только смогу вывести вот в этом месяце то есть на следующем потому что всего на там 10 тысяч бобов вот вообще я думаю это я не буду наверно мари привет это бабушка не знаю зависимость у меня уже или нет наверно уже привычка простая короче чтобы ты понимал практику производственную я прохожу пока что бесплатно но на втором курсе я проходила бесплатно сейчас я не знаю как у нас будет так же бесплатно а еще чего хотела сказать я забыла я что-то говорила и забыла я не забыла что я говорила а насчет ведущей я чуть подумала эти 30 часов эти 2 обманывала ягодную часть до 700 человек